Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Собственно, как и всегда, разбираем ситуацию, которая сложилась в плане фундамента на финансовых площадках за минувший день. Каким последствиям, собственно, этот фундамент привел к движению инструментов. Ну и, безусловно, смотрим также на события грядущие, потому что неделя у нас еще не закрыта. Несколько интересных инфоповодов нас еще ждет. Собственно, сегодня, на что мы должны обратить внимание, это на британскую валюту, потому что в 12.30 нас ждет статистика по экономическому росту. И, по сути, среди важных релизов именно этот отсчет и предваряет торговую сессию. Дальше в 15.30 протоколы уже Европейского Центрального Банка. Евро традиционно для нас один из основных инструментов, которые мы анализируем. И традиционно мы всегда делаем очень большой акцент на возможные движения по европейской валюте, либо создание условий для движения в будущем на основании обновления риторики европейского регулятора. Потому что на европейца влияет только два новостных фактора и два, скажем, фундаментальных фона. Это первый из них, который касается того, что происходит с долларом. И второй новостной фон, он связан с, скажем, мышлением Европейского Центрального Банка и теми действиями, которые касаются программы количественного смельчения, процентных ставок в целях разбона инфляции. То есть здесь основа для мягкой экономической политики. И каждый раз, когда официальные власти также абсолютно официально подтверждают, либо еще раз акцентируют наше внимание на то, что политика меняться не будет, мы получаем, скажем, сигнал и повод, благодаря которому можем, как и раньше, собственно, ставить на ослабление главного валютного риска. Помимо этого, друзья, сегодня у нас еще официальная статистика по запасам нефти и объему добычи. Обычно отчет от администрации на политической информации мы разбираем в среду, но, как вы помните, из-за праздника понедельника, дня президента, выход статистики был смещен на сутки. Дождались мы, собственно, этот день, поэтому сегодня, если торгуете нефтью, ни в коем случае нельзя упустить из-за вида этот релиз, потому что, уверен, сегодня мы получим еще один стимул для коррекционной динамики. И, собственно, также на что стоит обратить внимание, это динамика розничных продаж для канадца. Это важный релиз, собственно, это розничные продажи по Канаде. Уверен то, что и канадский доллар для многих из вас является инструментом, относящимся к категории, скажем, выбранных активов. Ну, по канадцу мы сегодня поговорим чуть детальнее, потому что считаю, что доллар канадец, как валютная пара, это очень хороший, часто называем, тандем, дуэт активов, на котором сейчас еще можно поспекулировать. Ну и, соответственно, друзьям, я надеюсь, что вы эти возможности не упускаете. Но теперь давайте вернемся к нашей классической дорожной карте, тех инструментов, которые мы разбираем. Это нефтянка. С вашего позволения, сегодня на ней останавливаться особо не будем. Лучше поговорим уже в ходе следующих брифингов по факту тех отчетов, которые мы будем разбирать сегодня. В целом картина не меняется. 64,68, собственно, как мы и закрепились, но ниже 65, так пока под этой планкой, которая уже неоднократно была поддержкой, то сопротивление, мы продолжаем держаться. 64,66 – это актуальные котировки для Brent, ну, с возможностью небольшой погрешности. Уже пытались определить с вами долгосрочные перспективы. Нефти также повторяться не буду. Надеюсь, для тех, кто особо, скажем, активен в просмотре брифингов, знают, какие тенденции мы придерживаемся и в чем черпаем силы, скажем, для вот этих идей. Хочется лишь напомнить, друзья, то, что рынок, конечно же, продолжает вариться в одной фундаментальной составляющей. Она касается перспектив роста нефтедобычи в США. И каждый раз, когда на рынке появляется позитив, он тут же нейтрализуется дополнительным фоном, характеризующим более высокие показатели активности американских производителей. Ждем, как я и отмечал, ссылаясь на отчет администрации на чеческой информации, 10,6 миллионов баррелей в сутки по производству уже до конца первого полугодия. Шансы выйти на этот показатель высоки. Я даже позволил себе замахнуться на более высокий уровень, чем администрация на чеческой информации. Это даже 11 миллионов до конца, правда, 2018 года. И для того, чтобы мы планомерно двигались к этому уровню, нам нужно из недели в неделю получать данные, свидетельствующие об увеличении нефтедобычи в штатах. Вот сегодня, кстати, как я и отметил, мы ждем официальные данные. Конечно же, обратим внимание на то, что происходило с запасами дистиллятов, бензина, нефти. Но лично меня, как трейдера, который видит вот эту системную причину слабости нефти, больше интересует не то, что происходит с запасами нефтепродуктов, а то, что происходит с объемом добычи нефти. Потому что, на мой взгляд, это более весомый такой аргумент для определения той или иной динамики. Поэтому не сомневаюсь в том, что прошлая неделя была и стала еще одной, скажем, семидневкой, либо, честно, не знаю, за какой период собирается статистика, может быть, даже только за будний, но в любом случае прошлая неделя стала еще одним периодом, когда производство нефти увеличилось, будем надеяться на 30-40 тысяч баррелей в сутки. И если наши прогнозы окажутся верны, друзья, то сегодня в 19.00, выводим эти данные, мы столкнемся с давлением, таким самым настоящим фундаментальным прессом на бренд, на DUMB-UTI, и сможем еще, скажем, глубже забраться под поддержку 65 долларов за баррель. Долгосрочным ориентиром остается по-прежнему назначение 60, и уверен также, что мы сможем добраться довольно скоро до этого уровня. Ну и еще, просматривая, опять же, заголовки, сфотки того, что сейчас движется нефтянкой, основа все ссылаются на американскую валюту. Я надеюсь, что вы прекрасно знаете, какая здесь причина следственная связь. Все очень просто, друзья, с товарной сырьей, его стоимость номинирована в долларах, поэтому, когда что-то происходит серьезное, интересное и динамичное с курсом американской валюты, это, соответственно, отвлекается на либо более высоком, либо более низком спросе на сырье. Поэтому любые предпосылки, и уж тем более фактическая динамика роста доллара, это причина, за которой нефть также может ослабиться, да и, в принципе, зачастую слабее. Мы с вами заряжены, даже несмотря на то, что пока американец не показал того роста, на который мы рассчитывали, но после вчерашних протоколов, которые лишь подтвердили верность нашего подхода к ожиданию более быстрых темпов ужесточения политики, я думаю, то, что доллар еще покажет, скажем, проявит себя во всех России и сможет добраться до тех, прогнозируемых, пусть и довольно давно еще, высоких уровней, но, честно говоря, сейчас он их достоин больше, потому что сейчас нужно даже постараться, чтобы найти какой-то негативный фон, не способствующий его укреплению. Поэтому, друзья, резюмируя по нефти, сохраняем прежние позиции, ждем мощной поддержки еще под закрытие недели. У нас два отчета по запасам и отчет Бейкер-Хьюз по количеству нефтных терминалов еще впереди. Будем черпать силы для наших нисходящих трендов там. Рубль 56,74. При небольшом давлении на котировки нефти мы видим также и небольшую девальвацию рубля. Сейчас находимся около 57, но там, скорее всего, будем держаться до тех пор, пока котировки не снова начнут демонстрировать более-менее интересную динамику. Ну, а теперь давайте поговорим про американца, с вашего позволения. Я сейчас на нем остановлюсь чуть больше, чем всегда, потому что считаю, что сейчас нам нужно еще раз освежить в памяти, почему же мы все-таки делаем ставку на укрепление курса и рост курса доллара. Прежде чем резюмировать протоколы, тоже мы это сделаем тезисно, как и всегда, я думаю, что это самый правильный подход. Тезисы, которые являются наиболее, скажем, импульсивными для доллара в плане реакции, я о них расскажу. Но хотелось бы сначала, друзья, обратить ваше внимание на очень важный момент, который к своему стаду упустил, скажем, день назад, но сейчас вот быстренько стараюсь реабилитироваться. Это то, что происходит с государственными облигациями, с государственным долгом и с активностью Министерства финансов в ФРС, именно в секции государственного долга, с активностью по размещению и избавлению, скажем, себя от облигаций. Вы сейчас поймете, к чему я клоню. Оценивать активность Министерства финансов на рынке ценных бумаг, на рынке государственного долга, это традиционно очень важно. Но я давненько этого не делал, потому что Министерство финансов практически никак не проявляло себя, скажем, в этой роли уже больше, чем полгода, по-моему. Я уже подзабыл, что Минфин также готов занимать средства и выбирать, скажем, ликвидность внутреннего рынка посредством размещения облигаций. Но вот сейчас, анализируя то, что произошло за последние дни, я считаю, что мы должны вообще убрать прочий новостной фонд куда-то про запас, при всем его, скажем, при всем важности, которые мы должны, собственно, применять к этому фундаменту. Но обстоятельства, которые сейчас падаются касательно государственного долга, это, на мой взгляд, куда более интересно. Минфин действительно во вторник произвел размещение государственных облигаций на беспрецедентную сумму в 179 миллиардов долларов. В среду активность Минфина была продолжена, была снова продана облигация, но уже на цифру поменьше, около 55-60 миллиардов, но за два дня это вообще исторические показатели. В планах сейчас, вот то, что мне удалось найти в порядке информации, у Минфина еще разместить облигации до конца первого полугодия 2018 года на сумму 450 миллиардов долларов. Соответственно, что значит то, что Минфин размещает облигации? Это значит то, что параллельно с этими действиями, ну, одновременно, можно сказать, на точно такую же цифру, как размещаются облигации, увеличивается объем государственного долга. Почему Минфин сейчас стал это делать? Ну, мы можем связать, опять же, с нашим акцентом на рост дефицита бюджета США и США, цифры разнятся. Кто-то ожидает его увеличения до одного и двух, кто-то видит перспективу роста дефицита до полутора триллионов долларов. Ну, честно говоря, отталкиваясь от реализованной налоговой реформы и увеличения планов по увеличению бюджетных расходов, это вполне, скажем, прогнозируемые и реальные цифры. И, возможно, сейчас Минфин уже прекрасно понимает, с какими рисками может столкнуться экономика, начинает действовать более проактивно на опережение. Хочу провести такой параллель. Последний раз такая активность со стороны Министерства финансов была довольно-таки давно, по-моему, в конце 2008 и начале 2009 года. И вы же прекрасно помните, что происходило в этот период. Тогда Министерство финансов активно занимало, скажем, у населения деньги, поскольку нуждалось остро, нуждалось в более-менее значимых показателях ликвидности, в серьезных деньгах для того, чтобы спасти банковский сектор, отречавший по швам. И им, в принципе, это удалось сделать. И вот сейчас в преддверии вот этих рисков, которые мы с вами говорим, может быть, даже и недооцениваем, а может быть, и переоценивать их не стоит, но факт есть факт. Минфин снова вернулся на рынок облигаций и на рынок государственного долга продолжает активно сейчас занимать средства. То же самое делает и ФРС, но у них, правда, другая политика. Они, как вы помните, накопив колоссальный баланс, разумеется, сейчас избавляются от облигаций и тоже занимают, оттягивают часть ликвидности из внутреннего рынка. Ну, то есть главный вывод, который можно сделать, друзья, сейчас, то, что рост доходности трежери, скорее всего, может быть, это и есть отражение ситуации, вот этой внутренней, системной, глубокой, которую не все. Мы привыкли связывать то, что происходит с облигациями в контексте данных, публикуемых по разным секторам экономики, в контексте изменения процентных ставок, но, может быть, мы не видим всей картины целиком. Но в любом случае, какой бы анализ мы здесь с вами не провели, вывод должен быть один. Если есть риски, скажем, сохранения подобной динамики, а, может быть, риски даже не совсем правильные слова, если регуляторы денежной власти продолжат проявлять такую же активность на рынке долга, то может возникнуть даже самый настоящий дефицит ликвидности на внутреннем рынке. То есть, нехватка долларов, в конечном счете, может привести к резкому росту курса американской валюты. Да, это динамика, которая проявится не через несколько часов, не через несколько дней или даже недели. Но самое главное, у нас есть крайне крутой задаток для формирования восходящего тренда, для формирования бычьей динамики, которая, в конце концов, и сможет в идеале бы вернуть доллар против основных конкурентов к уровню, который давно потерял. Но схватитесь, то, что сейчас, ну, очень много факторов, которые говорят в пользу поддержки доллара. И я надеюсь, друзья, то, что вы эти факторы не игнорируете. Из отчетов тоже подтверждение того, что американская экономика продолжает расширяться, это активность в производственном секторе, активность в сфере услуга. В первом и втором случае мы фактически видим рост от второго до 56 по пунктным значениям. Это ощутимый рост, это подтверждение прогресса и сохранение такой позитивной динамики. Ну и что касается протоколов, собственно, сразу, прежде чем что-то говорить о протоколах, можно сказать, что произошло с доходностью трежериса, они выросли в десятилетке до максимума 2014 года, 94, друзья, процента, и на основании этого сразу же понять, какие же комментарии мы с вами разбирали. В целом риторика была исключительно жесткой, потому что представители ФРС все, фактически единогласно, без каких-либо исключений, подтвердили факт продолжающегося восстановления рост американской экономики, вследствие чего создаются прекрасные условия для повышения процентных ставок. То есть их оценка была крайне оптимистичной по расширению экономики и по стабилизации нацепотребительских цен в близи целевого ориентира. Да, еще потребуется какой-то временной инфляции, непременно движется, скажем, к цели ориентировав в 2%. Поэтому, друзья, отталкиваясь от пересмотренных прогнозов роста экономики в сторону повышения, отталкиваясь от еще одного подтверждения того, что инфляция действительно будет расти, получив мощный сигнал того, что сейчас общая позиция ФРС уже предполагает более высокие темпы повышения процентной ставки. Мы сразу же можем посмотреть на то, что происходит с вероятностью изменения монетарной политики по итогам мартовского заседания и последующих, и прийти к выводу уже не в порядке ожиданий, а того, что реально для рынка. В марте ставку поднимут с вероятностью 100%. И в последующие заседания, я уверен, мы будем работать с такими же изменениями монетарной политики, потому что сейчас, после вчерашних протоколов, после роста доходности трежерис, участники рынка работают с вероятностью даже не трех повышения процентной ставки, а четырех. И вопрос на засыпку, ну как вы думаете, что может произойти с индексом доллара в связи с таким фундаментом? И что в идеале должно бы произойти с парой доллара японская иена? Но сразу хочу сказать, друзья, перейдя к фондовому рынку, он вчера, как вы наверняка могли заметить, обвалился. Опять же, причин для слабости фондового рынка много. Это начиная, скажем, и от рисков роста дефицита, это, скажем, перспективы повышения процентной ставки, это и рост зарплат, которые будут, скажем, приводить к снижению показателей прибыли корпоративного сектора. Ну, все эти риски мы с вами уже разбирали, но, видимо, фондовый рынок сейчас куда более чувствительен к тому, что происходит в трежерис с доходностями облигатских США. И здесь логика тоже простая. Чем выше, собственно, сейчас находятся показатели доходности этих бумаг, тем меньше интереса к тем компаниям, которые имеют серьезную долговую нагрузку. Но про фондовый рынок я лишь хочу повторить, друзья, то, что мы с вами не торопились, скажем, изменять своим прошлым прогнозам по поводу того, что американский фондовый рынок еще не достиг того дна, на котором мог оказаться. Мы с вами не торопились покупать фонду, как только вот последовал тот откат, который мы видели несколько торговых сессий назад с минимальных уровней. И сейчас американский фондовый рынок постепенно начинает снова снижаться. Поэтому, друзья, нужно вам все-таки иметь в виду, если американский фондовый рынок будет также динамично снижаться, как это происходит сейчас, то доллар и японская иена не сможет вырасти параллельно с этим, потому что на фоне ослабления стоимости основных бенчмарок американской фондовой секции мы видим спрос на защитные инструменты. И вы посмотрите, вот просто откройте дневки, даже лучше более короткий таймфрейм, это часовики, посмотрите на динамику, как реагирует обвал американской фонды, того же самого индекса СНП, на поведение японской иены. Вы сможете увидеть такой раскорреляционный момент, потому что каждый раз, когда давление вы заставите на фонду, растет японская валюта и доллар отступает. Нужно лишь дождаться вот этих вот разворотных моментов по СНП. Я считаю, что это скорее всего может произойти где-то на отметке 2,5 тысячи пунктов. И только после этого мы сможем полностью навалиться на тот позитив, который сложился по доллару, покупая эту валюту в расчете на то, что она будет прессинговать на всех прочих инструментах. Но если, к примеру, вы интересуетесь индексом доллара, у вас, по сути, нет сейчас никаких причин ждать, нет никаких причин свелаться на форс-мажор, рынок с доллара растет, друзья, восстанавливается. Если торговать осуществительно этим инструментом, я уверен, то что можно смело покупать прямо с текущих значений, потому что препятствий нет. Фунт против доллара. Давайте тогда вкратце уже затянули мы с долларом. Динамика зарплаты, как и ожидали, 2,5% сравнивая с отчетом по инфляции, 3% — серьезное расхождение. Поэтому есть ли вероятность того, что Банк Англии будет более решителен с точки зрения изменения политики и роста процентных ставок? Конечно же, она есть, друзья. Это, собственно, подтвердил и сам Банк Англии в ходе вчерашнего выступления отдельно взятых представителей голосующих ренов, да и, собственно, Марк Карн, который сказал то, что сейчас, собственно, решение о росте процентных ставок уже рассматривается в более приближенной перспективе, нежели чем ранее. Расчаровал также уровень безработицы. Мы увидели рост с 4,3% до 4,4%. То есть количество безработных увеличилось больше, чем на 45 тысяч человек. Это максимум с 2013 года. Ну, основной акцент, конечно же, нужно было сделать на рост зарплат. Мы получили то, что хотели, друзья. Соответственно, сейчас нужно только верить в разворот, потому что та статистика, которую мы анализировали вчера, дала нам ответ на вопрос, стоит ли нам ждать майское заседание, как тот самый период, когда ставки будут получены. Да, стоит. Поэтому советую вам быть крайне осмотрительными и осторожными, если вы все-таки торгуете продавать, британцы против доллара. Если, к примеру, на рынок сейчас придет позитив по переговорческому процессу по Брэкзиту, тогда этот уже тотальный позитивный фон перевесит все негативные аспекты. И пара фунт-доллар очень быстро окажется выше метки 1,40. Доллар-канадец. Я вчера, в принципе, в двух словах говорил о том, что причин для давления на канадца очень много. Это и плохая статистика, это и неопределенность относительно переговоров по нафту, и это еще опасение собственно канадского регулятора относительно экономического роста по причине охлаждения рынка труда и рынка недвижимости. То есть мы говорили о том, что Банк Англии, точнее Банк Канад, скорее всего, признает в ближайшие месяцы то, что решения о росте процентных ставок ранее были преждевременными. Действительно, потребители не успевают адаптироваться к новым экономическим условиям. Ухудшает перспективу для канадца еще и снижение цен на нефть. На это нужно делать особый отдельный акцент. Поэтому, глядя на текущие котировки 1,2690, мы лишь, друзья, убеждаемся в том, что пара USDCAD постепенно идет в район отметки 1,28-1,29. Если хотите выжать по максимуму, тогда нужно ждать сопротивления 1,30, уверен, что также до него доберемся. Ну и чуть было не упустимо, друзья, в ваших комментариях и вопрос, который касался перспектив золота. Знаю то, что многие торгуют и рынком драгоценных металлов. Наверняка вы уже заметили то, что на фоне роста индекса доллара золото, в частности, находится уже в нисходящем ключе котировки 1,3,2,3 сейчас, то есть 1,323 доллара за тройскую функцию. Я ориентируюсь на ближайшую поддержку 1,300, потому что, с одной стороны, не хотелось бы форсировать события, скажем, прогнозируя горизонты потенциальной слабости для золота, не зная то, что произойдет с долларом. Но мы уже минут 10 говорили об американцах. Я надеюсь, что не удалось убедить вас в том, что доллар заряжен на рост. И рынок драгоценных металлов, он, конечно же, прежде всего золото, вот в связке, учитывая то, что стоимость номинированного в американской валюте, ориентируется, конечно же, следить за тем, что произойдет с долларом в перспективе предстоящих изменений процентных остатков. И если мы видим здесь плашной позитив для доллара, мы видим, как растут и доходности, собственно, американских облигаций. Я считаю то, что сейчас лучше подержаться в стороне от рынка драгоценных металлов, ну, либо рисковать и ставить на сыпь. И возможно даже, друзья, 1300 долларов за тройскую унцию будет не цель, которую мы достигнем и от которой произойдет отбой. Это будет лишь еще один пробежок, который будет преодолен, собственно, и рынок драгоценных металлов продолжит валиться дальше, поскольку я считаю, что 2018 год станет годом роста американского доллара и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями для его конкурентов. От длинных позиций советую сейчас воздержаться. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное спасибо тем, кто оставляет вопросы, проявляет активность в социальных сетях, на нашем канале на YouTube. Большое спасибо тем, кто ставит лайки, большие пальцы, я, если вы не поняли, призываю, собственно, делать так же, те, кто еще этого не делает. Соответственно, увидимся мы с вами уже в ходе следующего брифинга, где обсудим снова то, что произошло в рамках текущей торговой сессии, подведем итоги и посмотрим, как нам действовать дальше. Надеюсь, то, что информация о финансовых рынках была вам полезна, и вы неплохо используете ее для определения, скажем, ваших инвестиционных идей и расстановки торговых позиций. На этом все. Хорошая торговая сессия. Всего доброго. До свидания.